Итак, привет, друзья! С вами снова Илья Пономаренко. Сегодня, несмотря на то, что у нас погода не очень, мы гуляем с нашим сыночком в парке, и я решил поснимать немножко видео. В этом видео хочу рассказать о 7 преимуществах книжного бизнеса на Амазоне в Германии по сравнению с другими бизнес-моделями, которые есть на данный момент на рынке в принципе. Почему именно книжный бизнес так классен, так удобен, так прост для особенно тех людей, которые только начинают, только хотят стартануть что-то, но не знают с чего начать, как бы что сделать. Обо всем об этом ты узнаешь из этого видео, поэтому если тебе это интересно, то оставайся и досмотри это видео обязательно до конца. Итак, сегодня Амазон дает людям возможность использовать свою платформу и зарабатывать на ней очень хорошие деньги. Причем самое классное, что уже на Амазоне самом есть куча потенциальных клиентов, которые каждый день сидят на Амазоне с целью купить что-то для себя. Есть несколько способов заработка денег на Амазоне. Например, ты можешь заняться мерчем и продавать на Амазоне свои футболки. Ты также можешь заняться дропшиппингом или импортом из Китая различных товаров и продуктов и затем продавать их также на Амазоне. Ты можешь создать свою марку товаров и также продавать ее на Амазоне и так далее. Есть много разных вариантов и способов. Но все эти способы имеют очень сложную схему и путь ее реализации. Нужно постоянно отслеживать статистику, искать поставщиков, заниматься логистикой, решать проблемы с таможней. И самое главное, вкладывать нужно на старте очень много денег, потому что закупить тот же там товар в Китае, это стоит, ну, как минимум 2-3 тысячи евро, насколько мне известно. Чтобы закупить, привезти сюда, в Германию, там, может быть, лицензии какие-то получить, все это стоит денег. И сами китайцы, к тому же, не спят. И они уже начали завоевывать рынок Амазона в Европе и все больше и больше вытесняют немецких продавцов, так как очень тяжело конкурировать с китайскими ценами. Ведь налоги они платят у себя в Китае, а не здесь в Германии. Однако еще есть одна пока малоизвестная возможность для русскоговорящего населения Германии, для немцев тоже, в принципе. Но поскольку моя задача, как бы, показать русскоговорящему населению Германии возможности, то поэтому я говорю сейчас про русскоговорящего населения Германии. Есть, в общем, еще возможность торговать на Амазоне своими товарами без вышеупомянутых неприятностей и проблем. По данным немецкого аналитического сервиса статистики Statista, самым продаваемым продуктом на Амазоне на сегодняшний день являются книги. За ними следуют уже все остальные там виды товаров. Я думаю, ты, конечно же, уже понял, о какой возможности и в виде заработка идет речь. Собственно говоря, про это и есть мастер-класс. Я говорю про книжный бизнес на Амазоне. Причем я говорю не про покупку и продажу книг, а про издание и продажу своих собственных книг. Да-да, ты можешь стать автором, издавать свои собственные книги и очень выгодно продавать их на Амазоне. Причем идеально знание немецкого языка, чтобы ты прям в перфекте говорил на немецком языке, не обязательно. Хотя я, честно говоря, признаюсь, оно пошло бы тебе на пользу. Поэтому в любом случае тебе нужно учить немецкий язык. Но если ты уже умеешь говорить более-менее по-немецки и понимать более-менее по-немецки, этого для старта достаточно. Искать издательство и выкупать первый тираж своих книг и бегать потом там по магазинным лавкам, по магазинам всяким, твоего города или онлайн-шопы, предлагать там свои книжки, с надеждой продать их тоже не нужно. Все работает гораздо проще. Люди часто меня спрашивают, Илья, вот с чего начать? Вот хочу зарабатывать больше денег, хочу там посильный доход, хочу свой бизнес там в Германии. Что мне делать, с чего начать? И обычно на подобные вопросы я всегда отвечаю так. Вначале тебе нужно залатать твои финансовые дыры и закрыть утечку денег из твоего бюджета. Потому что неважно, сколько денег ты будешь зарабатывать, если твои деньги куда-то постоянно утекают, ты будь хоть миллионером, но если у тебя на твоем счету в банке минус, ничего не принесет. Как бы, да, тебе дополнительные источники дохода, заработки все, ничего в итоге тебе не дадут. Поэтому очень важно сначала залатать все финансовые дыры и потом уже увеличивать свой доход. Затем я предлагаю выбрать бизнес-модель, которая будет не слишком затратна по времени и деньгам, но при этом она должна быть перспективна в плане прибыли, которую очень можно быстро протестировать на рынке без больших затрат. И в итоге в большинстве случаев я рекомендую начать именно с книжного бизнеса на Амазоне, так как по сравнению с другими бизнес-моделями, книжный бизнес на Амазоне на сегодняшний день самый простой, самый быстрый и результативный способ легального заработка денег через интернет, который к тому же можно еще и вывести на Автопилот. Давай подробнее посмотрим на 7 основных топовых преимуществ, по моему личному мнению, книжного бизнеса на Амазоне по сравнению с другими моделями бизнеса в Германии или Европе. Окей. Первое преимущество, это, на мой взгляд, самое очевидное и лежит на поверхности. Это минимальный порог входа в этот бизнес по сравнению с другими бизнес-моделями. Если знать, что и как правильно делать, то можно начать уже с 300 или 500 евро. Согласись, это абсолютно ничто, это смешные деньги по сравнению с любым оффлайн бизнесом или же с любым другим онлайн бизнесом в Германии или Европе. Второе преимущество заключается в том, что тебе не требуется поиск надежных поставщиков товаров в Китае, минимальные инвестиции на его закупку и контроль качества тебе тоже не нужны. Затраты на пересылку и растаможку тоже не нужны. Затраты на получение лицензии, организацию логистики, помещения и прочих проблем, связанных с обычным товарным купи-продай бизнесом, тебе тоже все это не нужно. Книга и авторские права на нее принадлежат полностью тебе. Книгу ты создаешь всего один раз, причем чужими руками. Писателем тебе быть не обязательно. Загружаешь ты ее на Амазон тоже один раз, и затем она никогда не заканчивается на складе, и тебе не нужно докупать тираж. Амазон сам печатает и отправляет твою книгу покупателю, если он заказал печатную версию книги, или же сразу дает доступ к электронной книге, если ее купили. Проще говоря, твоя книга никогда, как я уже говорил, не закончится на складе у Амазона, или на твоем, ну, твой склад тут не имеет смысла, поэтому говорим про Амазон. В общем, твоя книга никогда не закончится на складе у Амазона, пока ты сам ее не снимешь с продаж. То есть, как только ты закроешь продажу этой книги, все, тогда, естественно, она продаваться не будет. Во всех остальных случаях, или пока Амазон ее не заблокирует, за пример, там, если ты что-то нарушил, вот, тогда продажи прекратятся. Во всех остальных вариантах и случаях твоя книга никогда не заканчивается на Амазоне, никогда не заканчивается на складе, и как только кто-то ее покупает, Амазон сам печатает ее и отправляет клиенту. Третье преимущество заключается в том, что для запуска и ведения такого бизнеса нужен только компьютер и интернет, что позволяет тебе быть абсолютно мобильным и вести этот бизнес из любой точки земного шара. Согласись, что это очень классно, когда ты не привязан к офису, ты не привязан к городу или стране, где ты ведешь свой бизнес. Кроме того, он отлично подходит для новичков и не требует особых знаний или навыков в сфере программирования, сайтостроения, маркетинга или продаж. Тебе даже не нужно быть компьютерным гением или иметь свой онлайн-магазин. Всем шагам для создания такого бизнеса можно легко научиться в кратчайшие сроки. Следующее, четвертое преимущество заключается в том, что книжный бизнес можно вывести на полный автопилот и создать таким образом пассивный источник дохода. Причем минимального немецкого языка для старта вполне будет достаточно, так как книги будут для тебя писать опытные немецкие гоустрайтеры. Гоустрайтеры – это люди, которые пишут для так называемых авторов, книги, фахарбайт, различные публикации и так далее. Есть специальные сервисы для проверки ошибок и грамматики. И через эти сервисы ты можешь, например, проверять то, что тебе отдадут гоустрайтеры, твой скрипт, твою книгу. Ты можешь через эти сервисы проверять на ошибки и делать работу над ошибками. Кроме того, можно нанять отдельного фрилансера-редактора, который доведет твою книгу до ума, если это, конечно, потребуется. Но учить немецкий все-таки надо, так как это в твоих личных интересах. То есть, если ты думал, что «Ох, классно, немецкий язык учить не придется», ты ошибаешься. Учить немецкий нужно, тем более, если ты живешь в Германии. Окей, погнали дальше. Пятое преимущество – это скорость продаж и относительно быстрые первые деньги. Книги на Амазоне продаются 24 часа в сутки, всего в один клик. Обычно, если вся предварительная работа над книгой была сделана правильно, то первые деньги ты уже зарабатываешь через 2-3 дня после старта продажи твоей книги. Тебе не нужно ждать месяцы или годы для того, чтобы увидеть первые положительные результаты твоего бизнеса и первые деньги. Шестое преимущество книжного бизнеса на Амазоне в Германии – это выход на международный рынок и легкая масштабируемость, что позволяет как минимум утроить доход от твоего бизнеса. Есть много разных способов масштабирования этой модели, но самый простой из них – это просто выпускать много книг на разных языках. Чем больше книг, тем больше продаж. Чем больше продаж, тем больше денег. Я думаю, логично и понятно. Кроме того, есть несколько способов дополнительной монетизации книг, что позволяет увеличить прибыль с каждой книги в несколько раз. Все это дает возможность выйти на шестизначный доход в относительно быстрые сроки, при условии, что ты будешь, конечно, работать и трудиться над своим бизнесом. И последнее, на мой взгляд, основное седьмое преимущество заключается в минимальных временных затратах на этот бизнес и простоте его оформления. Тебе достаточно уделять этому бизнесу хотя бы один час в день или пять часов в неделю. Чем больше времени ты будешь уделять, конечно, тем лучше. Это время сможет найти абсолютно каждый человек, кто всерьез намерен заняться этим бизнесом. У меня в коучинге, например, есть студент Николай, у которого семья есть, ребенок, он пашет на двух работах, даже по выходным работает и все равно находит время на создание и запуск своего книжного бизнеса на Амазоне. Поэтому не нужно придумывать причины, почему у тебя может не получиться. Это просто либо нежелание что-то делать, либо лень. По идее, такой бизнес может запустить даже бабушка или ребенок при наличии четкого пошагового плана действий. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк. Поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «Пять шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет? Подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он проводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно? Вкладывают в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100. А в итоге сумма получается с тремя нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал, даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так? Он говорит, лучше вот так, потому-то, потому-то, потому. Ведь сегодня так просто каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей. Реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал. Огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание. С тобой был Илья Пономаренко. Мой сайт iliaponomarenko.com Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока. Продолжение следует...